Знаете ли вы, что рентгеновское излучение, которое сейчас широко применяется в медицине, было открыто еще в позапрошлом веке, а именно в 1895 году Вильгельмом Конрадом Рюнгеном? Именно за это он был удостоен Нобелевской премии, впервые врученной за достижения в области физики. Окунемся немного в фантазии и представим, что произойдет, если у человека будет рентгеновское зрение. Сразу отметим, что многие, наверное, сразу же позавидовали такому индивиду, который может буквально смотреть через предметы. Но так ли все радужно, как мы себе это представляем? Давайте разберемся. Человек, который имеет рентгеновское зрение, допустим, видит им все время. А теперь представьте, каково постоянно контактировать с людьми и видеть необычный их облик, а скелет и внутренности. Да, с медицинской точки зрения это удивительный дар, но находиться все время в окружении скелетов не выдержит никто. Хорошо, если эта способность имеет выключатель. В таком случае она действительно может принести много пользы не только ее обладателю, но и в научной сфере. Но если у человека будет зрение той же природы, что и известные нам рентгеновские лучи, то уже сам факт общения с таким индивидом является опасным. Все дело в том, что само рентгеновское излучение является опасным в больших дозах, так как способствует образованию в организме опухолей. А теперь представьте, что вы при каждом взгляде будете получать определенную дозу излучений. Надолго ли хватит вашего здоровья? Поэтому такого человека нужно будет изолировать от общества, что уже само по себе является антисоциальным действием. Но есть и другой вариант, когда рентгеновское зрение не имеет ничего общего с известными нам лучами. В таком случае человек будет безопасен для окружающих, а вот для мира ученых это изумительный объект для исследований. Всем нам хорошо известно, что любое неопознанное воспринимается сначала агрессивно, а затем его пытаются понять, проводя многочисленные эксперименты. И зачастую они не всегда носят позитивный характер. Ввиду этого такому человеку придется скрывать свои способности, дабы не стать подопытным. Естественно, на фоне этого негатива присутствует и множество положительных моментов, среди которых неоценимая помощь в медицине. Ведь не нужно будет людей регулярно облучать рентгеновскими лучами, которые, как уже было сказано ранее, в больших дозах действуют негативно. Врач, который имеет такое зрение, сможет быстро поставить диагноз и тем самым оперативно назначить лечение, спася жизнь человеку. Конечно же, помимо этого, найдется немало людей, которые захотят воспользоваться подобной способностью и в корыстных целях, например, для кражи или еще какого-либо злодеяния. Ведь, посмотрев сквозь стены, всегда можно определить наличие там людей и ценных предметов. Таким образом, рентгеновское зрение может стать провокатором увеличения количества злоумышленников, так как по своей сути человек слаб, и ему бывает трудно удержаться от соблазна быстро обогатиться. Тем не менее, надеемся, что даже если человечество и получит такой дар, хотя бы не все люди, а только некоторые, большинство предпочтет направить его на благие дела, которые помогут вступить на путь более высокого развития общества. Понравилось видео? Тогда смотрите и другие наши видео. Что будет, если Новый год больше не наступит? Или, а что будет, если напиться и курить марихуану одновременно? И не забывайте писать комментарий, о чем вы хотели увидеть в следующем видеоролике. Всем спасибо за просмотр!